Всем привет и хорошего настроения, друзья! Сегодняшний наш обзор я собирался снять достаточно давно, но вот в коллекции не было основного героя этого обзора магнитофона Электроника 302. Наконец он у меня появился. Рад представить вам это замечательное чудо техники отечественной радиомузыкальной, так сказать, аппаратуры. Электроника 302, герой сегодняшнего нашего обзора. Здесь я собрал, так сказать, всю аппаратуру тех лет, наиболее популярную в нашей стране. И поэтому, так сказать, не отвлекайтесь на то, что расположено на нашем рабочем столе. Давайте поговорим об Электронике 302. Зачем здесь все это, так сказать, находится, я вам сейчас поясню. Дело в том, что Электроника 302, вот этот замечательный, очень простой, скажем так, и популярный в СССР магнитофон был, в общем-то, одним из самых массовых, а, наверное, даже самым массовым кассетным магнитофоном 70-х, 80-х и даже частично начало 90-х годов прошлого века. Очень много, так сказать, модификаций выпускалось этого магнитофона, очень много ипостаси, очень много модернизации он пережил. Простой, незатейливый, надежный и, в общем-то, очень, как я уже сказал, популярный по поводу своей невысокой стоимости и, ну, достаточно приемлемых потребительских качеств. Если вот фотоаппарат смена 8М занесен даже в книгу рекордов Гиннеса, как один из, да не один из, а наиболее самый, так сказать, продвинутый фотоаппарат, самый, так сказать, массовый фотоаппарат в мире, выпущено было объединением ЛАМО неимоверное количество этой фотоаппаратуры, то магнитофон Электроника 302, кассетный, носимый, переносной носимый с универсальным питанием, я полагаю, по праву можно считать наиболее массовым, распространенным и широко популярным в нашей стране. Итак, давайте, как всегда, обратимся к истории, воспользуемся помощью замечательного сайта глубоко уважаемого мной Валерия Харченко, отечественная радиоаппаратура 20 века, и копнем вглубь истории, а потом уже поговорим о всех замечательных качествах этого магнитофона. Предшественником нашей Электроники 302 был кассетный магнитофон Электроника 301, выглядел он вот так, опять не буду я прибегать, так сказать, к распечатыванию фотографий, посмотрите, обратите внимание, запомните внешний вид этого аппарата, Электроники 301, который выпускался с 1972 года московским заводом ТОЧМАШ. Предназначен он был для записи и воспроизведения звука с применением кассет МК-60, но других у нас в стране тогда не выпускалось. Позволял производить запись микрофона, приемника, телевизора, радиолинии, звукоснимателя или другого магнитофона. Уровень записи контролировался стрелочным индикатором, при воспроизведении и перемотках он показывал напряжение питания, кнопка в микрофоне управляется лентопротяжным механизмом, и магнитофон можно использовать как репортерский. Вот такая интересная вещь. То есть, по аналогии с магнитофоном спутник, с магнитофонами десна, применялся вот такого плана микрофончик, на котором имелась кнопка Skull-Wickle, которая включала и выключала лентопротяжный механизм. То есть, этот магнитофон можно было использовать как репортерский. То есть, производим запись, нажали кнопочку, перестали писать, просто для того, чтобы не щелкать клавишами, отключили кнопку на микрофоне. В это время магнитофон может находиться где-нибудь в сумке, то есть, полностью практически аналогичен репортерскому. К магнитофону можно подключать внешний усилитель и акустическую систему. Питание 6 элементов А343, то есть, элементы, которые теперь называются тип D, или через сеть. Отдельный блок питания вставляется в батарейный отсек. Я вам потом покажу, как это выглядит. Скорость лентопротяжки здесь всего одна. 4,76 см в секунду. Диапазон рабочей частоты на линейном выходе от 63 Гц до 10 кГц. Громкоговоритель стоял в электронике 301-й 0,5 ГД-30. Номинальная выходная мощность была 0,5 Вт. Время работы от батареи 10 часов. Потребляемая мощность 5 Вт. Габариты магнитофона составляют 280 на 252 на 82 мм. И масса 2,6 кг. Внешний вид магнитофона я уже показал. Существовали еще такие варианты электроники 301. Как вы видите, в данном случае она имеет отделку под дерево. И, судя по всему, не складную, не складывающуюся, не задвигающуюся рукоятку. Клавиши большие и крупные, вы обратите внимание, как у катушных магнитофонов тех времен. Запись обозначена красной клавишей, выброс кассеты и останов синий клавишей. Ну, а потом, соответственно, да, еще интересно, полностью прозрачно, обратите внимание, крышка кассетного отсека. Естественно, кассета не вставлялась ни в какую, так сказать, ни в какой карман на крышке кассетника. Вот. Но, соответственно, так были комплектованы, сомплектированы многие магнитофоны тех лет, в том числе и ранее рассматриваемые нами магнитофоны семейства весна. Вот слева мы видим магнитофон семейства весна. Правда, это ритм, клон весны, потому что весны 305-36 у меня нет. Вот. Но они выпускались примерно в те же годы, как бы. И тоже, в общем-то, как вы видите, многие технические решения узнаваемы. Вот электроника 301-я в другой ипостаси. Видите, решетка динамика, за которой скрывается маленький динамик 0,5 ГД. Вот. Прозрачная крышка кассетного отсека. Всего два регулятора громкости и тембра. Регулятор тембра, он же регулятор уровня записи. Никакой системы АРУС автоматического регулировки уровня записи здесь не было. Ручка, как вы видите, действительно не складная, постоянно в рабочем положении. Не складывающаяся. Ну, давайте проведем некоторые параллели. На примере вот нашей весны 302-й, она 301-я немногим отличается. Разве что добавилась вот такая выдвижная крышечка, пардон, ручечка для переноски. Чем они отличались от популярной в те годы модели весна? Весна. Весну на примере ритма мы с вами рассматривали в предыдущем обзоре. Поэтому возвращаться к этому не будем. И давайте с вами просто их сравним. Вот сейчас на нашем, так сказать, обзоре. Как вы видите, весны, а также ритм, они были квадратные. Ручка была не задвигающаяся, а складывающаяся. Электроника у нас идет продолговатая. Магнитофоны весна, а также ритм. Магнитофоны весна 305-36, то есть первых модификаций тех лет. Мы сейчас рассматриваем 70-е, начало 70-х годов. Были оснащены двумя скоростями. То есть можно было посредством вот этих кнопок переключать скорость с четвертой на вторую. То есть была пониженная скорость записи для прослушивания, видимо, каких-то речевых программ или звуковых книг. Помимо этого, у магнитофонов весна имелась вот такая интересная клавиша увеличения мощности. То есть нажав ее, внешне отдаваемая мощность становилась в два раза больше. Это применялось в основном для использования магнитофона от сети. А также в случае, если нужно было получить максимальную громкость, ну тогда быстрее съедались батарейки. Допустим, там организовать какую-нибудь дворовую дискотеку. Но и, соответственно, тут что важнее. Или дольше, или громче он мог играть. Еще есть одно характерное отличие весен и ритмов первых выпусков от электроники. Это то, что клавиши перемотки у этих магнитофонов были фиксированы. То есть нажимаем перемотку, фиксируется. Нажимаем перемотку, фиксируется. Вперед, назад, вперед, назад. У электроник же, вплоть до самых последних моделей выпуска, клавиши перемотки не фиксировались вообще. Вот пока держим, мотает. Пока держим, мотает. Что назад, что вперед. Вот такая интересная конструктивная особенность была продумана, видимо, для, тоже с точки зрения экономии, экономии, так сказать, заряда батарей. Батарей. Вот. Что еще характерного можно увидеть в их внешнем облике, это то, что и у весен первых выпусков, и у ритмов, у них был маленький, узенький вот такой индикатор питания и уровня записи. У электроник же сразу пошел такой довольно большой, хорошо читаемый, контрастный индикатор уровня записи и напряжения питания. Вот такие отличия имели эти магнитофоны. Но, в общем, целом, скажу так, что первые модели этих магнитофонов были собраны достаточно качественно. Выполнены были они из такой приятной на ощупь пластмассы, не скрипучей, не тонкой, не дребезжачей. И фактура пластмассы, вот если мы присмотримся на цвету, повторяет кожаную отделку, то есть впечатление такое, что магнитофон облицован, обтянут кожей. И, в общем-то, вот такая шероховатая поверхность очень тактильно, очень хорошо, органолептически воспринимается. Вот. Корпусы, корпуса у обеих, у обоих прочные. Вот. И, в общем-то, достаточно симпатичные. Ну и этот минимализм тех лет, скажем так, здесь тоже прослеживаются всего две, два органа управления по, скажем так, громкости, уровню записи и тембрам. Вот такие вот интересные, скажем, особенности и характерные тех лет были у этих магнитофонов. Ну, это вот мы сейчас все о 301-й. У нас же предоставлена на обзоре электроника 302-я. Электроника 302-я выпускалась в нескольких вариантах модификаций. Вот. И, соответственно, выпускали ее несколько заводов-изготовителей. Давайте немножечко о ней поговорим подробнее. Вообще, на самом деле, характерный внешний вид самых первых электроник 302-ых, он не совсем тот, который вот у меня сегодня на обзоре, который мне удалось, так сказать, приобрести в коллекцию. Этот магнитофон тоже интересен определенными, скажем так, своими техническими нюансами. Вот. Но самые первые электроники выпускались вот такого плана. Вот. Прошу ваше внимание на верхний рисунок. Значит, они были, во-первых, коричневыми, во-вторых, их, скажем так, облицовка составляла вот такую полосатую жалюзеобразную отделочку, значит, и, соответственно, выпускались они в двух вариантах регуляторов уровня записи и тембра. Самые первые электроники шли с ползунковыми регуляторами, вот как здесь видите, да, ползунковые регуляторы. Но потом, скажем так, из-за больших претензий от гарантийных мастерских на качество этих ползунков, завод-изготовитель перешел на угловые обычные круглые регуляторы уровня записи и воспроизведения. Также была, вы видите, выдвижная ручечка, но отделочка и облицовочка несколько отличаются от того, что видим мы с вами перед собой, вот от нашей электроники 302-ой. Хотя она именно 302-ая, даже без модификаций. Здесь у нас применены уже угловые круглые регуляторы уровня записи и, значит, громкости уровня записи и тембров. Вот, немножко по-другому выглядит отделка кассетного отсека, как вы видите. У первых моделей она была облицована алюминием, да, с накладкой в виде логотипа завода-изготовителя, вот. Ну, а у последующих, скажем так, моделей она несколько поменялась. Давайте теперь немножечко поговорим именно уже о 302-ой электронике. Кассетный магнитофон электроника 302, 302-1, 302-2, 302-2М и 302-3, как вы видите, всего 4 модификации, выпускались, соответственно, с 1974-го, 1984-го, 1988-го, 1989-го и с 90-го года. То есть электроника 302-3 вот даже в 90-х годах была, стояла на производстве. Выпускались они зеленоградским заводом Точмаш, то есть это уже не Москва, а Зеленоград. Зеленоградский завод Точмаш наибольшее количество их выпустил, и первые электроники шли именно от Точмаша. Далее Тишиневским заводом Мизон, это Молдавия, и Ставропольским заводом радиокомпонентов в городе Изобильный. Да, вот интересно, про Ставропольский завод мало, что я вообще слышал. Магнитофон электроника 302 предназначен для записи и воспроизведения звука на магнитную ленту в кассете МК-60. Разработан на базе унифицированной модели электроника 301, отличаясь от нее применением громкоговорителя 1GD-40 вместо 0.5GD-30. То есть помощнее поставили уже головку. Значит, применялись ползунковые и угловые регуляторы громкости и тембра, то, о чем я вам уже говорил. Отличался также, как бы написано, более современным внешним видом. Ну, в принципе, да. Клавиши стали выглядеть по-другому. Ну, а ты вообще, по-современнее стал магнитофон. Номинальная выходная мощность составляла 0,8 ВАЗ. Максимальная доходила до 1,5-2. Диапазон рабочих частот на линейном выходе такой же. От 63 Гц до 10 кГц. Питание от 6 элементов А373. Или, вот интересный момент, от 6 элементов А343 в кассете. То есть меньшего размера элементы могли вставляться в кассету и вставляться в отсек питания. То есть более универсальное питание было. А через вставляемый в батарейный отсек блок питания магнитофон мог питаться, естественно, от сети переменного тока. Габаритная модель 315 на 225 на 90 мм. Масса 3,5 кг. А, интересно, 3,5 кг. А сколько весила первая электроника? А первая электроника 2,6 кг. То есть на килограмм магнитофончик поправился по сравнению с первой электроникой. Вот такая тенденция. Ну и по размерам стал побольше. А, значит, магнитофон за 20-летний выпуск претерпел несколько модернизаций. Усилители звуковой частоты стали транзисторы и микросхему. В LPM применяли отечественные и импортные двигатели. Менялось оформление. Порой магнитофоны с разными индексами выпускали одновременно. Да, электроника многолика. Электроника, скажем так, действительно была выпущена в большом количестве модификаций. Почему, так сказать, потому что, ну, популярный много лет выпускающийся магнитофон. Вот есть снимок с музея, так сказать, Селеноградского завода, производителя магнитофонов. Здесь можно насчитать 22 варианта, 22 разновидности магнитофонов электроника 302. Именно 302. Вот тот, который мы рассматриваем с вами, наш магнитофон, вот мы его тоже можем здесь видеть на снимке. Ну и, соответственно, вот эти вот коричневенькие, которые, так сказать, мы наблюдали первые. Вот с таким полосатым дизайном, кстати, очень симпатично смотрелись. Они, особенно вот с такими серебристыми, никелированными регуляторами громкости и тембров, изумительно. Вот, все-таки, да, такая большая серия таких вот магнитофонов, популярных в нашей стране, которых, которых знают, любят и помнят многие, так сказать, мои ровесники. Ну, а откуда же, все-таки, так сказать, этот магнитофон и дизайн его, откуда растут ноги? Меня заинтересовал такой момент. Вот, и вы знаете, я определил следующее. На одном из сайтов происходила информация, что магнитофон Электроника 302, дизайн его был позаимствован от магнитофона Telefunken Pert Sound R201. Telefunken Pert Sound R201 выглядел вот так. Вот я нашел фотографии этого магнитофона, обратите внимание. Есть много общего, и, как сказано, даже количество вот этих полосок коричневых соответствовало, на Telefunken, соответствовало количеству полосок на первых моделях электроники. Также применены, как вы видите, ползунковые регуляторы, которые были на первых электрониках. Тоже их всего два, тембр и громкость. Также применен, значит, стрелочный индикатор уровня записи или уровня заряда батареек. Но это было магнитола, это был не просто магнитофон, а, как вы видите, сверху расположена шкала приемника. То есть в Германии Telefunken выпускался в виде магнитолы. Хотя управление было такое же. Клавишное, но выполнено вот так с зарубежной, западной тщательностью этот аппарат. Вот, Telefunken. Вот откуда, значит, так сказать, растут ноги. Но, несмотря на все вот эти вот перечисленные вещи, ухищрения с дизайном и другие достоинства, я в электронике прослеживаю, в общем-то, одну такую довольно неприятную вещь, которая была устранена в магнитофонах класса Rhythm и Vesna. Дело все в том, что это магнитофоны носимые. И при переноске, если мы, так сказать, размахиваем, неся в руке или перемещаем от сил инерции, воздействующих на маховик лентопротяжного механизма, возникала повышенная детонация. В Vesna и Vesna с этим успешно боролись, применив в лентопротяжном механизме двухмаховиковую схему. То есть в этих магнитофонах два массивных маховика вращаются в противоположные стороны, что уравновешивает моменты инерции и очень благоприятно сказывается на детонации, особенно при переноске этих магнитофонов. А у магнитофонов электроника, к сожалению, была применена архаичная схема, памятная нам еще по магнитофонам Sputnik, Vesna, Vesna, Vesna такие же схемы. То есть там всего-навсего один маховик. Он массивный, но он единственный. Вот внутренности нашей с вами электроники, посмотрите, пожалуйста, фотографию. Вот находится двигатель, от него идет пасек, и всего один единственный маховик. В то время как у Vesna и у Ritmo, и потом в последующем во многих моделях, применялось уже два маховика. С одним маховиком, конечно, дело уже, в общем-то, качество воспроизведения немножечко не то. И при, соответственно, при воспроизведении в движении могла возникать определенная инерция. Вот такие вот, так сказать, основные сведения по поводу этих вот магнитофонов. Ну, давайте еще немножечко глянем на внешний вид наших электроник, какие они были, помимо того, что я вам, так сказать, представил, то, что мы с вами увидели сейчас. Давайте поглядим, какие еще варианты электроник выпускались нашими заводами-производителями, и как они, так сказать, могли выглядеть. Вот, к примеру, на одном из сайтов три модификации, да, привычная нам коричневая полосатая, но, правда, с не никелированными, а просто коричневыми рукоятками уровня записи и громкости, и с коричневыми же клавишами управления линзопротяжным механизмом. Сверху находится черненькая, похожая на нашу, но с круглой решеткой динамикой, а еще правее такая, с серебристым круглым динамиком, с серебристыми регуляторами громкости, ну, наверное, наиболее симпатичная реинкарнация электроники, уже тут что-то такое прослеживается западное влияние, скажем так, к японской аудиотехнике, ну, я не знаю, на мой взгляд, это именно так, вот. Что еще интересного можно рассказать об этих магнитофонах? Ну, в общем-то, помимо, скажем так, своей многочисленности и плодовитости своего семейства электроника, отличалась, как я уже говорил, надежностью, не такой, правда, конечно, как романтик, со второго этажа их не роняли, вот, но она и габаритами была поменьше, вот, для переноски удобная, лишнего ничего, и поэтому давайте-ка мы с вами посмотрим их, эти магнитофоны, этот магнитофон, представители этого семейства магнитофонов в работе. Да, еще вот хотел обратить ваше внимание на головки, применяющиеся в этих магнитофонах. Кстати, у них стояла такая же головка БРГ, практически такая же, как в магнитофонах «Весна» и «Ритм», «Весна» первых выпусков. Вот эту головку я извлек из магнитофона «Ритм», буду его приводить в порядок, потому что головка совершенно была изношена. Головка импортная тоже применялась для получения более высококачественной записи. Ну что ж, давайте посмотрим, как работает этот чудесный аппарат. Может он быть использован и в горизонтальном, так сказать, и в вертикальном, и в каком угодно виде. Органы управления его предельно простые. То есть справа, если мы смотрим вот так, расположены клавиши управления линопротяжным механизмом, кнопка записи блокируемая. Если нет кассеты, мы ее не нажмем. Или если вставлена кассета с выломанным вот этим вот кармашком, защиты от записи, да, то, соответственно, мы тоже не сможем нажать кнопку «Запись». Вот что там стоит блокиратор. Далее клавиши перемоток, которые не фиксируются. Вот, нажимаем. Пока жмем, она мотает. Вот можете обратить внимание. Отпустил, перестало. Отпустил, перестало. Но народные умельцы делали, так сказать, пропилы в планке, которые находятся под клавишами. И, в общем-то, эти клавиши становились фиксируемыми. В данном варианте ничего не переделано. Это радует. Даже конденсаторы электролитические в нем не поменены. Единственное, что я с ним сделал, когда я его получил, он, естественно, не работал. Разобрал, обнаружил, что все пасеки в нем превратились в такую жидкую субстанцию, в грязную, такую липкую грязь. Вот. Измазал все руки, до сих пор у меня грязные, оттирая маховики, все эти шкивы, поставил новые пасеки. Вот. Теперь он работает. Но есть один небольшой нюансик. Плохо работает перемотка в обратную сторону, потому что там один из подкассетников имеет резиновый ободок, а второй не имеет. Ну, это технические нюансы. Надо будет немножко модернизировать, тогда и назад будет мотать хорошо, а так мотает через раз. Вот. Не суть. Значит, клавиши перемотки, клавиши воспроизведения. Пуск. Нажав ее, головки приближаются к кассете, к ленте. Начинается с произведением регуляторной громкости. Мы регулируем громкость. Вот. Регуляторами тембра регулируем тембр. Имеется также клавиша пауза. Она в основном применяется для записи. То есть, если мы что-либо записываем, и нужно пропустить, допустим, между песнями аплодисменты, можно нажать эту клавишу и пропустить запись, чтобы не нажимать каждый раз, не отключать режим записи, который включается двумя кнопками. Одновременно нужно нажать на запись и на пуск. Тогда включится запись. Ну, и клавиша остановки кассеты. Она же клавиша выброса кассеты из кассетного отсека. Когда мы нажимаем, механически кассета просто выталкивается, потому что за крышкой она, к крышке она никак не прикреплена к кассетному отсеку. Этот магнитофон, как вы видите, снабжен знаком качества. Государственный знак качества. То есть, что говорит о его хорошем качестве. Если мы обратимся к его задней стороне, то увидим следующие вещи. Логотип завода-изготовителя, он у нас впереди и сзади. Две буковки Т и М. Завод Точмаш Зеленоград. Значит, происхождение его легко таким образом определить. А вот дальше. Магнитофон электроника 302, то есть, без модификации. Это именно первая версия электроники 302. Тип УНМ 12У1.1. ГОСТ 20838-75, то есть, государственный стандарт 75-го года. Заводской номер 231443. Вот. И дата выпуска 7 месяц 1982 года. Цена 155 рублей 00 копеек. В принципе, был такой относительно недорогой магнитофончик. Еще горделивая надпись Made in OSSR говорит о том, что он мог экспортироваться в другие страны. Вот. И что меня приятно порадовало, вот эти вот пупырышки, выступы, ножки, на которых он ставится на какую-либо поверхность, они обрезинены. То есть, туда внедрена резинка. Он очень мягко ставится на стол. Все продумано. Не просто тупо пластмасса, как у последующих моделей магнитофона. Вот. Что интересного конкретно по этой модели? Обещал вам сказать. Я, когда ее увидел, продавалась она на Авито. Был очень удивлен и думал, ну что это такое, какая-то отдельная модификация. Если вы внимательно посмотрите на его переднюю панель, то увидите следующие. Регуляторы громкости тембра, да, угловые, кругленькие. А под ними два ползунка. Я долго не мог понять, что это такое. Неужели, думаю, была еще одна модификация, в которой помимо регуляторов громкости тембра применяются ползунковые регуляторы? Для чего? Опять-таки, смысл их был мне непонятен. Я, конечно, спешил этот магнитофон приобрести. Тем более, просили за него смешные деньги. Так это оказалось, вот эти вот два ползунковых регулятора самопальные, самодельные. Некий умелец из прошлых, скажем, с прошлого века уже теперь получается. Видимо, для улучшения потребительских характеристик этого магнитофона внедрил сюда два этих регулятора. И, как я понял, они должны были отвечать за регулировку тембров. Потому что, когда я магнитофон открыл для замены пасеков, увидел там впаянную самодельную плату, кстати, довольно профессионально впаянную, которая, видимо, и должна была более глубоко регулировать тембры отдельно по высшим и по низшим частотам. Вот, магнитофон этот попал, видимо, изначально в такие хорошие, но пытливые ручки. Потому что достался он мне в неплохом состоянии. Но вот эти вот два регулятора не работали. Провода ведущих схем были отпаяны. Более того, теперь не работает регулятор тембра родной. Но это все ждет своего часа. Я его непременно восстановлю. А пока мы будем его рассматривать именно в том виде, в каком он у нас существует. То есть, вот с этими двумя неродными регуляторами, которые, вероятно, все-таки, я думаю, придется удалить. Ну, незачем. Незачем, так сказать, аутентификацию магнитофона нарушать. А может, установлю, как считаете? Может, установлю, сделаю, чтобы работал отдельно тембр по высшим и низшим частотам. Человек старался, придумывал. Что еще интересного? Я обещал вам рассказать про блок питания. Блок питания данного магнитофона вставляется в его батарейный отсек. То есть, он как бы встроен и в то же время не совсем. Ежели мы откроем нашу крышечку блока батарейного отсека, то мы сможем извлечь оттуда вот такой интересный блочок. Видите? Сейчас включен сеть у нас. На 127 и на 220 вольт переключается вот этим предохранителем, то есть, рассчитан на два напряжения сети. И посредством вот такого разъема соединяется со схемой магнитофона. Разъем этот сдвижной, как вы видите. То есть, в общем-то, когда магнитофон не используется с блоком, эта штука вставляется на место для того, чтобы к ней можно было подключить батарейки, элементы питания. Ну, вернем все на место. Вернем все на место, потому что я намерен вам его продемонстрировать в работе. Я думаю, вам это будет интересно. Так, что-то на место возвращаться не хочется. Как всегда, что-нибудь выдернешь в самый неподходящий момент, а потом не вставить, да? Вот, вставили. Возвращаем блок питания в батарейный отсек и втыкаем. Наверное, все-таки сначала надо штекер воткнуть. Места там не очень много. Такой штыревой штекер воткнем на место. Блок питания поставим в надлежащее ему положение. Ну и, соответственно, шнур выходит в отверстие на крышке, специально для этого предназначено на МК-бит питания. Защелкнем нашу крышечку. Вот такой магнитофончик. Попросим его чего-нибудь нам спеть, да? Есть у меня вот такая кассета изумительная. Я нашел МК-60-2. Не знаю, у кого года выпуска. Вот, есть у меня и другие кассеты в коробках, но об этом отдельная история. И на ней написаны ВИА 70-х годов. То есть, вокально-инструментальный ансамбль. Что такое ВИА? Вокально-инструментальный ансамбль. В СССР в 70-80-е годы было запрещено название рок-группа. Потому что рок-это музыка капиталистическая. Вот. И все, кто исполнял наши эстрадные, так сказать, с эстрады пел, назывались все ансамбли, все, так сказать, рок-группы назывались ВИА. Вокально-инструментальный ансамбль. В 70-е годы было очень много замечательных групп высокопрофессиональных, носивших название ВИА. Это и голубые гитары, и поющие гитары, сплошные гитары, и самоцветы, и песниры, и пламя. Вот. В общем, ну, об этом тема отдельного разговора. А здесь написано ВИА 70-х. Я надеюсь, что кто-либо из них на этой кассете записан. Ну что ж, включим воспроизведение и послушаем, что у нас поет этот магнитофончик. Тембр, как я вам уже сказал, не работает, а громкость мы пока поставим на серединочку. И зачем с тобою было нам знакомиться? Да, 70-е. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Стоп Перемотка Пока держим клавишу, мотает Отпустили, перестал Держим, мотает Отпустили, перестал Да, вот я его покачал Детонация особо не прослеживается Несмотря на единственный маховик Но Как говорят издания Литература техническая Два маховика для отсутствия детонации это лучше. Ну, что там еще у нас есть? ПЕСНЯ Так, да, действительно, записи ВИА 70-х годов и в довольно таком неплохом, хочу сказать, качестве. Хотя головку я не регулировал и не чистил. Что тут дальше будет? Давайте послушаем. Надо как-нибудь устроить, наверное, вечер ретро-песен, немножко поговорить об ВИА тех лет. Я считаю, что они заслуживают этого. Как вы считаете, есть ли смысл устроить обзор на такую тему? Ты, мы друзей, за ошибки прощали. О, Градский как-то сюда попал. Лишь измены, по-моему, да. Градский во дворце Советов. Концент. Концент. Первый тайм мы уже отыграли. ПЕСНЯ 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 Да, хорошая душевная песня, на самом деле. Не знаю кому как, а мне нравится. Высокопрофессионально исполненная и с хорошей аранжировочкой. В 70-е годы было много хороших профессиональных групп. Что еще интересного есть на этой кассете? ПЕСНЯ ПЕСНЯ Даже в любви, в любви взаимной муке от них. Видно рядом со счастьем они живут в любви. Эстрада в 70-х. Ну, давайте попробуем перевернуть эту кассету вот таким образом. Она у нас открывается и извлекается. Опять-таки вставляем ее просто вручную в кассетный отсек и закрываем крышечку. Нажимаем воспроизведение. ПЕСНЯ 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 они в принципе одинаковые такие стандарты давайте возьмем кассету которую не жалко который у меня как раз для этих целей воткнем ее сюда и попробуем что-нибудь записать входа выхода расположены вот здесь слева интересный вход поддон выход под акустическую систему вот здесь то есть такой стандартный типа . тире книг к нему можно подключать колонку при подключении колонки автоматически увеличивается громкость переключателем гром его не громкость а мощность усилителя мощности данного аппарата микрофон включается самую верхнюю вот такая есть не трех штриковый а пяти штриковый пятидиновый штекер потому что еще задействован выключателя обычно микрофона трехдиновый монофонического штекер здесь пятидиновый включаем самую верхнюю сам верхний разъем наш для перезаписи ну и попробуем включить его на запись сделаем все наверное по уму как положено так сейчас а по уму делается следующим образом перед включением режима запись нужно нажать паузу вот она далее так сказать нажать режим одновременно две клавиши запись и пуск сразу получается вот такой фон начинает фонить наш аппарат вот потому что так сказать возникает паразитная обратная связь между усилителем и микрофоном так немножко шнурах запутался потерпите сейчас мы это все уберем вот это все ликвидируем чтобы вам было лучше видно вот как то так есть раз два три индикатор уровня записи вы видите да вот но уровень записи как бы здесь регулируется в отличие вот так тембра не регулируется а уровень записи можно выставить простить что он заслоняю вот как то вот так так нет поменьше надо сделать вот теперь можно и пописать раз два три 4 5 раз два три 4 5 снится запись у нас ведь и уровень немножко зашкаливает то микрофона держу 10 сантиметров от так сказать от себя 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 проверка записи посмотрите сейчас мы пишем да все работает а если мы нажмем вот это вот я надеюсь вам видно лента протяжный механизм вращается да а если мы нажмем вот эту клавишу нас положение выкал выкал то запись прекратится просто потому что становится двигатель вот нажали выкал так она почему-то не остановилась странно а у меня все останавливалась эту далее микрофон то воткнул туда ну как всегда вот как всегда когда так сказать пытается что-либо продемонстрировать вдруг начинаются вот такие казусы неприятные возможно заела верьте мне люди все работало возможно заела клавиши отключения ну ладно тем не менее так сказать продемонстрировать хотя бы у то что он записывает я надеюсь вам смогу вот а с этим потом разберусь хотя специально этот штекер проверял и перепаивал что-то происходит не совсем правильно так ну все нажмем наверно тогда на стоп нажмем на стоп извлечем микрофон скажем ему ай-яй-яй вот магнитофоном что-то там у нас заела так для того чтобы нам прослушать она перемотается поскольку мотаем только у нас нормально в одну сторону к сетку перевернем и отмотаем а теперь послушаем что он нам таки записал то запись прекратится просто потому что остановился двигатель вот нажали выкол так она почему-то не остановилась странно а у меня все останавливается от удаляем микрофон толкнулся ну как всегда вот как всегда когда так сказать что-то отключалось а это микрофон вывергал заела верите мне любишься и работала возможно заела клавиша отключения ну ладно тем не менее так сказать продемонстрировать хотя бы то что он записывает я надеюсь вам смогу вот а с этим потом разберусь я специально этот стекер проверял вот теперь работает вот посмотрите какая гадость а вот сейчас он стоит на скыл как лентяйка работает работает как лентяйка соответственно сходящий звоночек мы его пока отклоним так вот и все работает останавливается работает останавливается ну что ж а давайте попробуем еще раз на запись его так включаем запись может быть он пришел в себя 1 2 3 не крутит 1 2 3 1 2 3 3 2 1 проверка записи контроль контроль проверка раз два три 4 5 проверка контроль вот то есть если мы теперь нажмем эту клавишу выкал то он остановится если нажмем клавишу вкал то он опять будет так сказать вращаться и производить запись нужного нам уровня все мы победили соответственно доказано данный магнитофон может работать в качестве репортерского и на этом его от отключим замечательно и посмотрим попробуем посмотреть что у вас там записалось для этого нам опять поскольку назад помотать категорически ведь он не хочет. Там еще немножко нужно доработать. А вот перевернем кассету. Помотаем его вместо назад вперед. Так, перевернем вперед. Не очень. Это уже, наверное, от кассеты зависит. Это уже, наверное, да. Кассета у нас немножко подустала мотаться в разных положениях. Извините, грешу. Микрофон-то забыл вытащить, а он отключает по-прежнему двигатель. Глаз на глаз нужен. Так, мотаем немножечко вперед. Переворачиваем и прослушаем то, что мы пытались записать крайний раз. Задело клавишное отключение. Ну ладно, тем не менее, так сказать, продемонстрировать. И хотя бы то, что он записывает, я, надеюсь, вам смогу. Вот, а с этим потом разберусь. Я специально этот штокер проверял и переплавил, что так происходит. Не совсем правильно. Так, ну все, нажмем, наверное, тогда на стоп. Вот отсюда, по-моему, писать начинали, да? Раз, два, три, раз, два, три, три, два, раз. Проверка записи. Почему такие фоновые звуки? Раз, два, три, раз, два, три, раз, три, четыре, пять. Проверка записи. Контроль, контроль. Проверка. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка, контроль. Вот. То есть, ежели мы теперь нажмем вот у клавиши «выкол», то он опять будет, так сказать, вращаться и производить запись нужного нам уровня. Все. Мы победили, что доказано. Данный магнитофон может работать в качестве репортерского. И на этом мы его... Ну что ж, вот все-таки он облагоразумился. И во всех режимах свою, так сказать, работоспособность нам показал. За исключением перемотки назад, которую мы будем восстанавливать. И неработающей ручки регулятора тембра в записи, которую мы тоже вернем, так сказать, на круги своя. Вот. Хотел еще немножечко поделиться вот такой радостью. Вместе с приобретением этого магнитофона мне отдали два блока кассет с такой интересной, характерной упаковки. Мне раньше не попадалось. Вот. Вот эта серая коробочка. Это блок кассет. Всего их было два. Написано норма. Такой какой-то технологический-технический ящик открывается вот таким образом. И здесь мы с вами можем обнаружить... Крышка вообще снимается. Огромное, ну не огромное, а большое количество замечательных кассет МК-60-1. Вот. Именно отечественных, именно в прекрасном сохране, в прекрасном качестве, пронумерованных. Вот. Вот такие сейчас очень редкие кассеты. Белая пластмасса, неразборная, видите, да, МК-62. Вот. Неразборный корпус, белая пластмасса, красная такая розоватая этикеточка. Вот. В родной упаковке время звучания 2 по 30 минут. Шосткинское производство объединения СВЕМА. В кассете использована магнитная лента А4205-3 и т.д. и т.п. С такой незатейливой этикеточкой. МК-62. Кассета магнитофонная СВЕМА. Как оказалось, к магнитофону прилагалась коллекция записей Владимира Семеновича Высоцкого. На вот этих вот родных кассетах, видимо, человек коллекционировал, так сказать, и записывал, и собирал. А потом его, так сказать, потомки за ненадобностью продали этот магнитофон. И вместе с ним вот эти 10 кассет с записями Высоцкого. Надо будет их прослушать и стематизировать. Если вам интересно, можно будет сделать даже обзорчик по этой коллекции записей. Тут местами, вот видите, написано даже, что на кассетах существует. Олегу Ефремову, Мои, Капитаны, Мой, Остров, В. Высоцкий, 3. Кассета номер 3. Тут пронумеровано. Да, как мы видим, здесь кассета МК-61. Правда, конкретно вот именно эта. Единственная из всей коллекции попалась рваная. А вот, надо будет пленочку подклеить. А так все остальные вполне работоспособные. Любую из них можно взять, соответственно, и послушать. Есть даже одна вот такая отдельная кассета. Она была без коробки, стояла в магнитофоне. На ней нечто вроде радиопостановки, посвященной Высоцкому. Там, в общем-то, рассказ о нем. Тоже довольно интересно, так грамотно построено. А так на кассетах, вот, пожалуйста. Видимо, магнитофон специально под эту коллекцию и покупался. Ну и вот такая песня. Из фильма, о котором я вам говорил, из араба, который там не состоялось. Называется она «Разбойничьи песни». Там был такой эпизод, когда сидят каторжники. И между ними араб на стапелях. То есть, в общем, наверх это дело происходит. Они сидят у костров гринцы, и там их ему даже водочки выпить. Потом долго обсуждают, говорят, что, дескать, а вот у них плахаки, как же у них мухов, из-за того, что там у них шара все время осталось, а что же у них красивых нет. Вот. Ну и так далее. Ну и в общем... Да, интересно, на самом деле. Вот я полагаю, что, в принципе, если человек сколлекционировал записи Высоцкого, то, как вы знаете, они были частенько с квартирных концертов, записаны там на какую-то неимоверную аппаратуре, типа магнитофонов, Днепр. То, конечно, регуляторы тембра он приладил себе не зря, потому что только благодаря им можно было добиться какого-нибудь приемлемого качества прослушивания вот этих вот довольно низкокачественно выполненных записей, да. Так что все это не просто так. Да, видите, такая явно не хватает низких частот в данном, так сказать, исполнении. Как не спеши, тебя обережают клейки ярлы, Как отметка на лбу, а ничего тебе не угрожает, Только когда ты в дубовом гробу. Можно в отдельной, а можно и в общей мертвых Квартирный вопроса не берет. О, молодец! Этот самый усопший Вовсе не требует лишних хлопот. В царстве теней, В этом обществе строгом Нет ни опасности, Нет ни тревог, Ну, а у нас Все мы ходим под Богом, Только которым в гробу Ничего. Попадаются, как вы видите, вполне такие качественные записи, да, Выполненные, возможно, на другой, Более качественной аппаратуре, Более позднее время. Но радует то, что человек, как и все вот так, Любовно и, в общем-то, Систематизированно подсобрал Владимира Семеновича Высоцкого. Эти кассеты, конечно, я сохраню, Стирать ничего не буду. Пусть будет. А тут почему-то не Высоцкий. А что написано на кассете? Хотя она имеет номер 10. Булата Куджава написано здесь. Интересно. Остальные все, все-таки, вероятно, Владимир Семенович. Давайте откроем. Я еще всю коллекцию, конечно, не смотрел. Давайте откроем другую коробочку. Вот кассета номер 9. Такая же беленькая. Написано сборник. Высоцкий или тут? Ну, в любом случае, это фанатека. Коллекция, так сказать, записей, как вот человеком. Нет, как вы видите, не один Высоцкий. Здесь, видимо, на кассетах с более, так сказать, высокими номерами. Начиная там, не знаю с какой уже, не только Владимир Семенович, да? 13, 14, 15, 16. Да, они вот тут даже были разложены в определенном порядке. Ну, а первые кассеты, первые кассеты, это, да, в основном Высоцкий. Популярный тогда. Кассеты выпущены в 82-м году, то есть, я полагаю, примерно в это же время записи делать. Популярно тогда среди интеллигенции питерской. Владимир Семенович. Это мы уже, по-моему, слушали на четвертую кассетку. Да. Давайте посмотрим, что на второй, допустим. Ну, ладно, с этим я определюсь попозже. Если что-нибудь интересное, я действительно отыщу, то, если хотите, сделаем обзорчик именно по этой коллекции. Высоцкий. Здесь как раз верхов не хватает, да? Нет, без тембров, конечно, тяжеловато. Будем восстанавливать. Вот, ну ладно, не буду вас утомлять. На самом деле, получился такой довольно большой обзор. Вот, вряд ли кто до конца его, так сказать, осилит. Кто осилит, тот молодец. Спасибо вам огромное за внимание. Рад был представить вам этот замечательный магнитофон обширного семейства Electronic 302. И на этом решите откланяться. Всего вам хорошего. Всем привет и хорошего настроения. Всегда с вами Сергей.